Сегодня Всемирный день телевидения. Совсем скоро в этой сфере произойдут глобальные перемены. И коснутся они абсолютно всех – и работников, и зрителей. На днях правительство страны приняло решение о переходе от аналогового к цифровому вещанию. Его старт намечен на февраль 2019 года. ГТРК Чуваши уже в завершающей фазе подготовки к нововведению. Больше полугода в нашей гостелерадиокомпании происходила полная перестройка. Капитальный ремонт в корпусах, менялась и вся телевизионная начинка. Благодаря поддержке ГТРК у нас обновляются серверы, вещательные, монтажные аппаратные, эфирные студии, закупаются цифровые студийные и репортажные камеры. В Ньюсрумух установят специальную программу «Брам», помогающую в подготовке новостей. Такими, как раньше, мы уже не будем никогда. Мы сейчас не просто стоим на пороге, мы уже занесли ногу для того, чтобы шагнуть в эру цифрового телерадиовещания. Сейчас у нас в компании происходят глобальные процессы, производственные, организационные, технологические. Глобальная перестройка на новый формат ждет и всех, кто работает на радио. Радио Чуваши теперь можно будет слушать через телевизор в составе Радио России. Кроме этого еще и Вести FM и Маяк, то есть три радиоканала, они входят в первый мультиплекс цифрового телевидения. Наши программы можно теперь слушать без проблем во всех уголках Чувашской республики. Если есть желание, то уже сегодня же это можно сделать. Если телевизор старый, подключить приставку. Если новый, то поставить дециметровую антенну. Вместе с бесплатными телеканалами можно бесплатно слушать и три радиоканала. По всей стране сеть цифрового эфирного телевещания будет введена в эксплуатацию до конца этого года. Большая часть российских регионов получит возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов в новом качестве. Отключение аналогового вещания начнется с 11 февраля следующего года. Полностью работы планируется завершить до 10 июня. В Чувашии сигнал первого мультиплекса уже могут принимать практически во всех населенных пунктах. Второй мультиплекс станет доступен в республике к концу этого года. Пока он запущен только в крупных городах.